Друзья, всем привет! Пару недель назад мы с ребятами заметили, что Valve что-то сделали с револьвером. Я даже не смогу сказать, когда именно они его изменили, потому что такого в чинжлогах я вообще не видел. Суть в том, что раньше мы частенько играли с револьвером, и он стрелял чётко в цель, как при стрельбе стоя на месте, так и на ходу. А сейчас на средних дальних дистанциях пули с какой-то долей вероятности просто летят в очко. На ходу похожая ситуация. Вроде он стреляет чётко в цель, но некоторые пули пролетают мимо. И именно эта хрень нас очень заинтересовала. И сегодня мы с ребятами решили попробовать играть с револьверами на средних званиях, и посмотреть, получится ли у нас вообще выигрывать катки с этими изменениями. Ну и также в этом ролике помимо револьвера мы по приколу проверим ещё и М249, и посмотрим, как играется ещё и с ним. Что ж, друзья, сегодня будет очень интересно, поэтому давайте скорее начинать. Присаживайтесь поудобнее и, конечно же, лепите лайк. А мы начинаем. Кстати, забыл сказать в начале, этот ролик является неким приквелом прошлых двух выпусков. То есть именно на этом ролике и началась наша дорога до глобалов. Не знаю почему, но я решил выложить его именно после того, как мы их апнули. И как раз сегодня вы увидите, с каких званий мы всё это начинали. Ладно, давайте уже перейдём к первой катке, и посмотрим, сможем ли мы с револьверами и М249 хоть кого-то обыграть. Ну чё, ребята, поехали? Мне кажется, это будет очень интересно. Интересно, получится ли у нас за три игры хоть одну выиграть с этими оружиями. Я вот подготовился, тут револьверсия за рейтинг прекрасный. Полная подготовочка, давайте. Нормально, там уже прострелы полетели. Так, 3-3. Там один красный. Во-3 ситуация. Я ещё ни разу не выстрельнул. Один в ПНТ, один в ПНТ. Армора-то нет. Опа! Х, 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 Х за Хом. Хорош! Нормально. А я поэтому ещё попасть, видимо, прострелом успел. Но это будет интересно. И нам ещё нужно копить при этом деньги на М249. То есть, если мы будем выигрывать раунды, мы потом будем брать М249 и будем смотреть, что будет получаться тогда. Но пока я ничего не могу сказать. Я выстрелил пару раз всего лишь в этом раунде. Нет. Может, за дверью? Да. Там чел за дверью стоял? Ты просто прострелил. Да. Ясно. Значит, ты. Сейчас типы, мне кажется, подрубят после таких прострелов. Нормально, я его забрал, выхожу на второго. О! Я при фаером прострелом ещё. Это бан, пацаны. Прикиньте, мы сейчас первую игру просто сходим. Ой, М249 у меня. Я пока не хватаю. Я М249 тоже подготовил, пацаны. Такие элитные наклейки сюда налепили. Я говорю, полная подготовка. Давайте ворота прострелим. Давай взорвём. Чё делайте, пацаны? Ты чё, револьвер Эмбас что ли получается какая-то? Ты попал в лицо. Поднимай, М249 и поехал. Китом же ходит на ассайд. Как он только что цели? Он только что... Ага, спрятался, мышь. Бомба на этом. Ой, коробка. Так, два в три. Опа. Ломашину прошёл. Я в спину идёт. Встречай, встречай, я близко уже здесь. Оооо. Минус 9 он лоп. Не, с револьверами лучше было. На чёрте был 50 хп. О, он калёный. О, на. Он... Мне кажется, ты попал. Хорошо. Ооо. Да что происходит, пацаны? Я вообще не думал, что мы хоть что-то будем тут выигрывать. Я думаю, мы сейчас будем сразу просто в помойку лететь. Нас выкинут просто в урну, блять. О, по две флешки поздние. Ой. У него он бессендентный. Ха-ха-ха. М-249 челик взял, блять. Это ошибка, братан. На. Блять, что-то я в голову никак не попадаю. А, он вон там. На. Вот и простречиком попал. И я попал. Не, пацаны, что-то вообще отлетают от револьверов. Ааа. Ебать ювелирную закинул. Минус 68 я отнял. Хорошо, всё. Возможно, шорт этот залез. Последний калёный. Он здесь близко. Байтю, байтю. Миду, миду, миду. Справой. Ломайте его семеро, пацаны. Никита. И бэт там все рдой просто напали на него. Под б есть двое. А тут никого, Никита, ты там можешь не стрелять. Можешь на базе, конечно. Но я в тёмку побежал. Уй, блять. Ловер? Да, двое. Выходят мид, мид, мид выходит. Давай, Никита. Хорошо, дал вантап реально. Один. Нужно ещё второй. Блять. Ещё миду вышел. Иду помогать. Это так тупо выглядит, блять. Тир ебаный. Он в тёмке был. Никита. Как ты вообще кого-то убил? Почему тебя не убили? Тоже вопрос. Там слишком большой шквал огня был. Это огонь на подавление называется. Я вообще в падении ничего с револьвера убил. Я падал, куда-то мимо него стрельнул метра на два правее и убил. Блять, Никита просто уничтожает. Вот, это оружие Никиты реально. Я не знаю, я пока с него вообще ничего не успел сделать, ничего не получается. Два Б вышли. Так, идём помогать. Выезжаем на помощь к Марату. 5-1, пацаны, идём. Ну, в нём минус огромный то, что патронов маловато. Не пострелять особо, так? Это было бы очень имбово просто стоять и простреливать вот так вот. Просто ждать, пока залетит. На, одного забрал, влетаю дальше. Второго забрал. Третьего хуярю. Ай, блять! Да вы чё? Зачистили. Нормально, вот это ретейк. Мне кажется, пацаны вообще боятся, блять, когда мы врываемся просто с этими револьверами. Пацаны, я предлагаю, короче, перестрелку нереальную в МИДу устроить. Сейчас будет жесть. Реально, как с АВП просто. Так, кто залепит этому пак? Блять. У меня не получилось, пацаны, давайте. За меня отомстите. Я ничего не вижу из своего же прицела. А, ну вот на самом деле, тут вы, возможно, попадаете им в голову. Как раз вот с этим, с разбросом, точно. Там же на такую даль ты хер попадёшь. Там реально нужно не попадать, мне кажется, чтобы убить его. Там нужно где-то рядом стрелять, потому что там же разброс вообще дикий. Ну вот вроде все в него стреляем, а по факту ни хера не попадаем. А, знаешь чё, Валт? Я бы сделал 12 за 2. А, в МИДу. Жёсткий урон? Да. Ты как, это два прострела через эту, что ли? Походу. Ты, походу, через поребрик этот два раза попал. Видимо, да. Так, 7-4, мы чё-то проигрываем, пацаны. Всё, давайте, ладно. На дальнюю, на столько дальнюю и стреляться не стоит. И один есть. На, прострелом, блядь. Уже прошёлся. Дай его, жёстко вдвоем, вдвоем принимаем. На, в голову, блядь. Снёс башню, башню, башню снес. Я не могу на базе. Я в МИД сейчас расстреляю, попробую. Я из дверях. Миду. А, на респе ещё. Блядь. Слишком мало булицов. А, закидывают, блядь. Деда, иди в жопу. Блядь. Не, ну если бы так быстро не вышел бы из коробки, можно было попробовать выиграть, но это тяжело. Так, а пацаны-то собрались, смотрите, они уже 4 раунда у нас забрали. На. Уничтожение реально пошло какое-то. У нас ещё живо секретное оружие с пулемётом. Без броней. Давай. А, 1-2 хп, Никит, давай. Минус 46, я ему 2 раза попал. Они поехали нас выносить. Они жёстко сравнялись, они просто за 7 раундов аж 6 забрали. Жёстко. Пацаны, давайте, жёсткая стратегия заготовлена под Б. Сейчас я вырываюсь М249, похер, там молик не молик. Я просто врываюсь, реально, очень опасно, уверенно и разламываю. Там один, где он? Тут никого. О, блядь! Там скример за коробкой сидел. У меня реально ничего не получается с этим М249. С револьвером ещё норм, а с этим я не понимаю, как играть, реально. Давай, Игорь! Минус 66. Я, блядь, я не знаю, с этим, вот М249 это вообще КГ. С револьвером хоть что-то можно сделать, но я не знаю, вот как, ну тут хотя бы ладно, калёные типы были. Мне вообще максимально не везёт с этим оружием. Ну всё, врываемся. Ой, вы бать! Да мне реально, не, вообще, с М249 это точно не моё. Дверь, дверь. Меня убивает сразу, как я только беру это оружие в руки. Моментально. Давайте, 4 в 2, пацаны. Катка будет нашей. Последний видок. В дверях там был. Давай драться. Давай! Так, ну мне вот интересно, против кого мы сейчас играли, самое главное. Потому что со званиями у нас вообще какая-то непонятка. Потому что они все слетели. Во-первых, что мне сейчас вернёт? Наверное, какие-нибудь... Ну, первого калашика. Оно тут такое вроде и слетало. Оно уже тут раз 5, наверное, слетело. Блядь, да как? Я думал, это слабее намного звонило. Да, я думал, это калаши с свинками все и ниже. Да вы просто с Никитой Дзен познали этой игры, ребят. Блядь, да как мы смогли с такими оружиями выиграть вообще с таким счётом? 16-8, блядь, с револьверами М249. Револьвера ещё ладно, реально, да с ними было на самом деле неплохо. Даже при том, что вот они вдали вообще, я не знаю, куда стреляют, блядь, по воробьям. Они стреляли неплохо. А вот М249, ну, блядь, это вообще гага. Я не знаю, как вы с ними играли. У меня реально на нём какой-то магнит просто был. Я без понятия, что это вообще было. Но я предлагаю всё-таки усложнить челлендж, пацаны. Давайте заряжайте по максимуму звание. Две игры, две игры попробуем сыграть с просто нереальнейшим челленджем. Не, ну если мы сможем выиграть ещё и выше звание, это будет вообще гага какое-то. Тогда это самое лучшее оружие в игре. Ну ладно, про М249 я никогда такое не скажу, блядь. Из-за его стоимости и из-за его кривоты. Это реально, это прям худшее оружие. Если револьвер ещё окей, но М249 я вообще не знаю, для кого оно. Для кого это оружие вообще существует. Ладно, давайте посмотрим, что нас будет ждать в следующей катке. Ну пацаны, эта катка такой простой не будет. Мы уже проигрываем 2-0. В принципе, сложность повысили. Ну посмотрим, что нас будет ждать в этой игре. Так, сейчас там челли каешку свою выкинет. На, поймал одного. Револьвер, ребята, не стоит так идти. Да двое мид! Бэй открыл, бэй открыл, парни. Два в миду, один на. Да я ж попал в лицо. Там Абик что-то вообще жёстко завтыкал. Ой, блядь, в КТ уже. Минус 90 я дал. В спине. Блядь. Плохи дела. Плохи дела. Не, ну это реально тяжело будет, парни. Одного забрал. Попал по одному. Да? Да, да. Нормально, у него ещё очень мало КП. Прострел. А, по второму не попал. Винтак. О, это близко. Да, забрал. Бэй, в принципе, можем зайти. А можем развести... Нет, кто-то в винтак, в винтак. Так, а новый револьвер найдётся, а то четыре патрона на двоих маловато, может быть. Машина уже есть. Ставлю. Флэшку дам. Один слепой. Не двое. У меня один патрон. Красный. Минус 72. У-у-у-у-у-у-у. Минус 4, пацаны, вырываю, вырываю раунды. Опа, зарядил под Б, пацаны. М-249 тоже может что-то. Смог зашёл. Дверь, кажется. Нет? Я винты убил ещё. Они все у вас, скорее всего. Блядь. Один в КТ. Э, он М-249 украл. Миду. Минус 69. Цемента. На! 4, 2. Ну, потихонечку как-то догоняем. Убил поджим на двери. Хорошо. И шорт поджим на двери убил. О, нормально. Ну, а чисто, я считаю. Машина. Молик давал. Шорт убил. Коннектори. А, нет, на машине. Убил. И кон. Коннектори последний. Не успел выстрелить. Да, ё-мо. Пошёл сейвить. Там прям утопал нормально. Хорошо. Да, ну. На, прострельщикам, братанчик. Я думаю, сейчас не попаду. Игг. Где последний? А, на лампе у меня на бэ сидит крысит. Что-то я вообще не ждал такую тупую позицию сейчас, когда последний чел остался. Он сейвит. Последний раунд? Ну, да. Звучит гениально. А, нет. Он диффузит уж давно. А, у него самок есть. Козёл сразу. Сел дэп. За дэп. Я не видел. Нормально. Я не видел. Нашили, убили. Ну, 8-7. На самом деле, всё не так плохо. Всё будет зависеть от того, как мы сейчас за КТ сыграем. Но мы на Дасте неплохо показывали игру за КТ. Здесь, конечно, затера было очень тяжко. Сейчас посмотрим, как пойдёт. Главное, пистолетку вот забрать, на самом деле. А это сложно. Потому что без армора это тяжело делается. Таба есть. Возможно, в винтах сидит крысит. Мы пока займем. Поставили уже. Близко к машине. Блядь! Ну, попади. Фух. Ты чё, плентя? Близко к машине. Я не знаю, когда он прошёл. Вперёд. Машина, машина. Машина, иди дефузить. Дефьюз, дефьюз. Я прикрою. Фух. Так, ну это на тоненьком, на тоненьком. Такое тяжеловатое было. Дверь, дверь открыли. Хорошо. Ещё два мидл. Я ещё помогу. Один около винтов. На ботке близко уже. На цемент не вижу. Блядь. Один красный. Ещё двое мид. Один вент. Ну, пройдут на Б. Мид красный был. Голос красный. Ножом резал слева. Голос красный. Голос красный. Голос красный. Был им прям потели по максимуму. Но не получилось. Просто не получилось. Давайте на ДАС-2 всё-таки. По-моему, там лучше игралось. Реально. Под револьверы идеальная карта. Пустыня. Всё как надо. Вот это вот. А то на кэше. По сути, такие же звания. То есть, средние звания почти такие же и остались. Если там было три вторых калаша, тут просто прибавилось на два звания получается. Два бигстара вместо двух калашей стало. И всё. И мы уже проиграли. Ну, давайте на ДАС. На кэше что-то не то. Прям что-то никак не получалось вообще. Но третья каточка пошла. Правда, пока не очень она пошла, парни. Нормально, двоих поймал в лангу. Держу дальше. Держу оборону. Ох, я чего мне на ходу дал? Он на ходу в приседе, блядь, там что, короче, трюк замутил там, не знаю, блядь, 360 сидит. Как он это сделал вообще? Мидл вышел. Давайте, пацаны, делайте 2-4. Ага, хотел зайти в крысу, ну тут-то его подловили. В коробке топают. Ой, тамик охуенный. Да, стоил, это нормально. Ну, каточка будет явно непростой. Выиграем мы её или нет, это вопрос хороший. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Вот это тут оттарок. О, там все, там все, блядь. Осторожно, минус 86 убили этого. Там ещё. Благодарит там атаку устроили. Близь, коже. Я горыш. Хорош. Отлично, пацаны, сдержали, сдержали атаку. Двое-двое зашли на бон. Два вышли на бон. Двое-двое-двое-бон. Бомба-мид, бомба-мид. Один на машине. Видимо, дворный собирается лезть, да, и бежит дальше. А у них бомба тут был в Миду? А бомба, никто не контролит, заберут, пойдут на б. Пуска идет. Мы ещё попробуем баллы хитрить. Вот и все, одного поцепили. И второго поцепили. Тоже там же, там же, там же. Да-да-да-да. его нормально мы с никитой разыграли просто разы как хорошо что бомба выпала ой я пробегу давайте последний раунд забираем уверен куда полетел то тедуля летит он со своим по 90 а еще один попался а еще один еще там твой short минус 51 я не ожидал что их так так много там будет пробегаю да смотри никита ну ёбаный вообще в игре успею так последний на подъеме ребята отлично барину слушайте мы в преимуществе закончили я даже не думал что мы сможем откомбетчить так при том что мы начинали просто 4-0 проигрывали достойно достойно получилось концовочка хорошие конечно очень много будет зависеть от того как мы сыграем сейчас затеров действительно победа блять будет зависеть наверное вот тут трое приятно и еще запрыгнул в инте один давайте твоему прекрасно вы близко как но где-то может показалось нет хорошо спине но вы как это сделали блять вообще я не знаю как у вас вообще этот не убили почему нас так легко убивает а вас вообще тронуть не могу ящики подъем подъемы двое с хитом еще один с хитом на иксбоксе там двое с хитом но там конечно 50 где-то минус выше пол карты расстояния консервную шут нихуя дверь двери выпрыгнул вторую окно понял 249 там олик есть вот на бомбу просто все бомба между ящиков стоит повезло повезло что прострельщикам засчитала так там какой-то мой запушили мы дал дал . ему минус 70 справа грош еще еще лонг выбрать лонг шорт смоки прям в том сидел ой хорошо шортык это кажись да шорт убили на икси на икси убегай наверное убегай убегай влево на тобой повезло блять просто справа 15 13 пацаны вот это да я не знаю что это за игра вообще это такой под блять играть с таким говном набор гавна мне больше горит просто с противником которые с ппшками бегают просто на плюс в по ним хер попадешь с этими револьверами с этого очень сильно горит жопа по и двое на мобил трое еще еще тут четверо пацану лёд чего это вот нашу и нести бомбу мнение не получится уже минус 70 еще один полюбаем или в боксе он сидит я попробую там еще попади илон горна туда и мы туда или молит что это вот который был стычкой это просто 30 плюс набил сколько там 33 тревать никита тупо закирил катку 33-21 я не знаю честно я без понятия вообще как эта игра выигралась чуть за звание вообще были голом по итогу смогли выиграть вот так на первая катка но это реально халява какая-то была там прям не знаю то тоже самое не ну вот это по уровне игры абсолютно другое было это было прям на уровень выше но я без понятия как мы вот эти вот звания вообще смогли обыграть с револьвером и м249 но м249 это конечно вообще дохвый номер а вот револьвер неплох но он действительно в некоторых моментах прям стал очень подставлять ты стреляешь четко по противнику но пуля просто летит мимо причем это случается реально рандомно вроде все пули летят четко в цель но какая-нибудь из них обязательно пролетит мимо у нас даже были моменты когда мы стреляли чутка криво но при этом пуля залетала в противника раньше играя с револьверами мы такой херни не замечали чаще всего мы действительно просто не попадали я не знаю может нам раньше просто так везло что все пули залетали куда надо потому что играли мы раньше с ними довольно много и даже проходили с ними полноценную калибровку по сути револьвер и так почти никто не использует так он теперь еще и косить стал это реально дичь ладно друзья если ролик вам понравился то обязательно влепите лайк ну и конечно же на канал не забудьте подписаться если еще не подписаны и напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик он тоже получился очень клёвым что ж а с вами был more games всем удачи и всем до скорых встреч встреч